Когда я говорю сегодня, я подразумеваю 30 мая. Если вы смотрите этот ролик завтра, то для вас у слова сегодня будет значение 31 мая. Или допустим, если вы залогинились на Пикабо, вы сейчас прав видите свой логин. Но у разных людей он разный, поэтому каждый видит что-то своё. Постоянная часть, то есть слово сегодня или юзерник, называется именем переменной или просто переменной. А та часть, которая меняется, 30 мая или 31 мая, называется значением переменной. Без переменных нельзя представить программирование, но и в баше также часто используются переменные. Например, в эмуляторе терминала вы видите надпись user-cintos8. Собственно, user – это логин текущего пользователя, а cintos8 – это имя системы. Если зайти другим пользователем или поменять имя системы, то и тут будет отображаться по-другому. В bash переменные нужны для нескольких задач. Начнём с так называемых локальных переменных, которые также называются shell variables. Это переменные, которые мы сами создаём, и нужны они нам для каких-то своих задач. Для примера, создадим переменную files. Я создаю три файла и пишу files равно file1. Обратите внимание, никаких пробелов, чтобы система не подумала, что я запускаю программу files. Итак, я создал переменную files и задал ей значение file1. Значение переменной я могу видеть с помощью команды echo. Echo у нас вводит текст stdout и используется во многих задачах, но о нём подробно мы поговорим в другой раз. Пока что выведем значение переменной с помощью echo. files – это имя переменной, а чтобы взять значение, нужно перед именем поставить знак доллара. Echo нам показал значение file1. Мы можем использовать эту переменную с другими командами, например, чтобы посмотреть или удалить файл. Но нужно понимать, что значение переменной – это просто текст, и с файлом он никак не связан. Просто имя совпадает. От того, что я удалил файл, значение переменной никуда не делось. Поэтому я снова могу его создать с помощью touch. Имя переменной может содержать цифры, но не может начинаться с неё. Также в имени переменной нельзя использовать специальные символы, точку, дефис и всё такое. Но имя можно писать строчными, заглавными и их комбинацией. И помните, всё это регистрозависимо. А в значениях переменных можно указывать всё, что угодно. Но если там есть пробелы и всякие символы, нужно брать значения в кавычки. Ещё, одна переменная может быть внутри другой. Как тут видно, мы указали знак доллара, и это воспринялось как значение переменной. Если же мы не хотим, чтобы наши значения обрабатывались, а были просто текстом, то берём значение в одинарные кавычки, либо экранируем знак доллара. Но самое крутое – это то, что мы можем в значении переменной указывать какую-то команду. Для этого нужно начинать значение с символа доллар и указывать команду в скобках, либо использовать обратные кавычки. Ещё таким образом можно внедрять одни команды в другие. Кстати, можно использовать таб для дополнения переменных. Так вот, те переменные, которые мы задали, существуют только в текущей баш-сессии. То есть, в новом окне эмулятора ничего не будет. Обычно локальные переменные используются во всяких скриптах, которые мы рассмотрим в другой раз. И в обычной работе с терминалом их используют не так часто. Но если вам всё же нужно, чтобы переменная работала и в других окнах, вы можете сохранить её значение в bash-rc, как мы это делали для алиасов. Открываем файл nano-bash-rc, добавляем запись и сохраняем. И в новых сессиях у нас теперь будет задана эта переменная. В противовес локальным переменным, которые используются в рамках текущей баш-сессии или скрипта, и не особо нужны другим программам, существуют переменные окружения environment-variables. С помощью команды env можно увидеть их список. Как вы заметили, все они указаны заглавными буквами. Теперь переменные нужны для передачи каких-то значений различным программам. Например, есть переменная lang, которая указывает язык для запускаемых программ. Сейчас стоит английский, и если я запущу, допустим, Firefox, то он запустится на английском языке. Если я поменяю значение этой переменной на русский, и запущу Firefox через ту же баш-сессию, то увижу, что Firefox теперь на русском. То есть с помощью таких переменных можно настраивать окружение. Возвращаясь к env, тут есть пара переменных, которые могут нам пригодиться в дальнейшем. Например, home, который указывает на домашнюю директорию текущего пользователя, hostname на имя системы, username на имя текущего пользователя и тому подобное. Еще одна примечательная переменная – pass. Обратите внимание, что в этой переменной перечислены директории. Опустим директории homeUserBin и homeUserLocalBin, так как у нас их пока нет, а зайдем в директорию userBin. Здесь у нас огромное количество файлов. Все это исполняемые файлы, то есть программы. В прошлый раз я говорил, что команды, которые запускают баш, это либо алиасы, либо внутренние команды баш, либо внешние команды. Так вот, в переменной pass перечислены директории, где искать эти внешние программы. То есть, когда я пишу mkdir, баш ищет во всех директориях pass наличие такого файла, и если находит, то запускает. Так вот, в отличие от локальных переменных, переменные среды передаются дочерним процессом. Например, на этого мы поменяли значение переменной lang, и Firefox при запуске прочитал значение этой переменной. Но мы можем превратить локальную переменную в переменную окружения, чтобы использовать ее в дочерних процессах с помощью команды export. Допустим, files это файл 1, export files, либо разом export files равно файл 1. Это хорошо видно на примере дочерних баш-сессий. Например, создадим локальные переменные test1 и test2. Одну из них экспортнем, а другую нет. Тут же можем запустить инф и увидеть, что здесь появится test1. То есть, в рамках текущей сессии, test1 превратится в переменную окружения. Запустив другое окно, мы test1 там не найдем. Но если запустить дочернюю сессию баш, мы увидим, что у test1 здесь есть значение, а у test2 нет. Потому что дочерние сессии получают значение переменных окружения. И чтобы задать переменную окружения на постоянно, опять же, нужно редактировать файл. Мы с вами уже работали с файлом bash.rc, и там можно задать переменную. Но основное предназначение bash.rc – настройка алиасов и всяких функций баш для эмулятора терминала, который мы запускаем в системе. Правильнее говоря, в bash.rc задаются настройки баш для интерактивной оболочки, в которой не нужно логиниться. То есть, например, для эмулятора терминала. При запуске он у нас не требует логина, и при этом нам нужно с ним вручную работать, то есть интерактивно. А, скажем, Firefox обычно мы запускаем не через эмулятор терминала, а через лаунчер. Для случаев, когда нам нужно использовать какие-то переменные, независимо от эмулятора терминала, то есть интерактивной оболочки, нам нужен другой файл – bash.profile. Но на самом деле во многих дистрибутивах этот файл при запуске также считывает настройки с bash.rc, из-за чего технически без разницы, где добавлять переменные. Также в каких-то дистрибутивах этот файл обычно называется профайл. Так вот, переменную мы можем задать как в bash.rc, так и в bash.profile, или вообще создать свой файл со всеми алиасами и переменными. Но я этого делать не буду, просто добавлю свою переменную в bash.profile. Единственное что – этот файл считывается в момент моего логина, а значит недостаточно просто открыть новую bash-сессию, нужно перезайти в систему. В этом плане bash.rc удобнее, но если мы хотим, чтобы наши переменные работали не только для нашего пользователя, но и для других пользователей, то настраивать эти переменные нужно в файлах etc.profile и etc.bash.rc. А если мы не хотим зависеть от bash, а использовать любую другую оболочку, то лучше указывать в etc.environment. Так вот, мы с вами разобрали, что bash умеет работать с переменными, что эти переменные бывают локальными и переменными окружения, и разобрали, где и как их создавать. Там, где есть переменные, там же будут и условия, циклы и прочее, что действительно поддерживает bash. Всё это мы будем разбирать в другие разы.